МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Обгенск ТВ. Поговорим о событиях города и региона. В студии Георгий Розуаев. Дарья Человекова, вот о чём расскажем сегодня. На базе НПО «Тайфун» прошло расширенное заседание учёного совета. В АТ состоялся 10-й юбилейный выпуск специалистов медицинского факультета. Чтобы оставаться в тонусе, стартовала летняя смена биошколы Олимпийского резерва. В развлекательной форме байкеры объясняют детям азы поведения на дороге в целях безопасности. 30 июня на базе научно-производственного объединения «Тайфун» состоялось расширенное заседание учёного совета «Современное состояние и пути развития системы информационного обеспечения реагирования на природные и техногенные аварии и катастрофы», приуроченное к 25-летней годовщине создание Федерального информационно-аналитического центра «Росгидромета». Современный мир подвергается опасностям, риски от которых множатся в результате роста населения, урбанизации территорий и ухудшения состояния окружающей среды всё больше и больше. Социальные и экономические потери от негативных последствий опасных явлений растут и ставят под угрозу устойчивое развитие общества. И есть ожидание того, что данная тенденция сохранится, поскольку люди и инфраструктура подвергаются растущим рискам. И 1 июля своё 25-летие отмечает одна из важных служб научно-производственного объединения «Тайфун» – Федеральный информационно-аналитический центр «Росгидромета». «К созданию ФИАЦ «Росгидромета» побудило трагические события на Чернобыльской атомной станции в 1986 году, когда в результате этой аварии был нанесён значительный ущерб территории Российской Федерации. Пострадало достаточно много людей. К сожалению, часть из них скончалась. В эти дни в МПО «Тайфун» постоянно работала группа под руководством Владимира Андреевича Борзилова, которая готовила прогнозы изменения ситуации, связанные с выбросами, которые, как вы знаете, происходили достаточно длительный период времени». На основании подготовленных прогнозов в наиболее опасные зоны направлялись группы дозиметристов, чтобы подтвердить реальную угрозу населению. Участвовали в этой большой работе программисты и технический персонал вычислительного центра «Тайфуна». Становление и развитие коллектива Федерального информационно-аналитического центра «Росгидромета», входящего в состав НПО «Тайфун» – это показательный пример целенаправленного решения задачи информационной поддержки действий, направленных на защиту человека и природы в чрезвычайных ситуациях, обусловленных загрязнением окружающей среды. «Были развернуты работы по созданию специализированного подразделения. Это, во-первых. И, во-вторых, по созданию программно-технического комплекса, который обеспечивает или позволяет решить задачи, связанные с информационным обеспечением в случае возникновения аварийной ситуации, которая приводит к загрязнению окружающей среды». Федеральный информационно-аналитический центр – это организация, обеспечивающая предоставление информации в рамках российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ситуационному центру «Росгидромета». Это постоянный действующий оперативный орган федерального уровня, осуществляющий координацию деятельности, контроль функционирования сил и средств «Росгидромета» в рамках функциональных подсистем РСЧС «Шторм» и РСЧС «Цунами». На Федеральный информационно-аналитический центр возложены функции, которые связаны с аварийным реагированием, предоставлением данных и информации. «Росгидромета» как подразделение, да, это, так сказать, та структура, которая координирует деятельность, но активное его участие – это все структуры. Это Институт экспериментальной метеорологии, это Институт проблем мониторинга, это Центральное конструкторское бюро, это, естественно, все подразделения, которые обеспечивают работу инфраструктурой от Айфуна. Все эти поездки, все эти командировки, все эти, так сказать, экспедиции и так далее, и так далее, понятно. Так вот, это все нужно поддерживать. И вот это все ориентировано на решение задачи, задач ФИАЦ «Росгидромета». А впереди у коллектива этой службы «Росгидромета» новые задачи, которые предстоит решить. Одна из таких – сопровождение и развитие системы информационной поддержки, принятие решений по реагированию на природные и техногенные чрезвычайные ситуации в ближайшей перспективе. Кристина Забожка, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. 30 июня в конференц-зале МРНЦ состоялся выпускной медицинского факультета Обнинского института атомной энергетики. В этом году медицинский факультет ИАТ «НИАУМИФИ» успешно окончили 78 специалистов. Многие из них останутся работать в нашем городе. Выпускной – это долгожданный, волнительный и немного грустный день. Это момент, когда обучающиеся переходят на новые ступени, вступают в самостоятельную взрослую жизнь. Из 78 выпускников медиков ИАТ 12 студентов получили диплом о высшем образовании с отличием. 19 человек были отмечены почетными грамотами за активное участие в научной, спортивной и творческой жизни университета, развитие студенческих объединений и волонтерскую деятельность. Поздравить выпускников в зале МРНЦ имени Цыба собрались не только родители, руководство вуза, преподаватели медицинского факультета, но и почетные гости. Ядерная медицина, которая будет бурно в ближайшие годы шагать по всей стране, она должна быть оснащена врачами, физиками, специалистами, которые понимают, что такое физика и что такое врачебное дело. И я вас уверяю, что страна вас ждет, и мы постараемся сделать все, чтобы вы могли работать в хороших клиниках, чтобы вы имели возможность получить жилье и обустроить свой быт, чтобы была у вас хорошая зарплата, чтобы наша страна выпускала хорошее медицинское оборудование и хорошие препараты. На сегодняшний день выпускники медицинского факультета ИАТЭНИЯУМИФИ работают в лечебных учреждениях Обнинска, Калужской области, Москвы и Московской области. Знания, полученные в стенах родного вуза, являются актуальными и позволяют выпускникам быть востребованными в любом направлении. Подготовку студентов по профильным дисциплинам на факультете ведут 10 докторов и 20 кандидатов наук. Вы очень востребованы, вы очень нужны. И, наверное, больше, чем кому-либо, вы нужны у нас, здесь, в области. Потому что нехватка врачей, нехватка узких специалистов, она очевидна. И я хочу вам сказать, что город вас ждет. Успехов вам, удачи, благополучия. Директор Инженерно-физического института биомедицины Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Александр Гармаш не только поздравил молодых специалистов с окончанием обучения, но и зачитал обращение ректора ИАУМИФИ Владимира Шевченко. В завершении праздника выпускники в торжественной обстановке принесли клятву Гиппократа и произнесли ответное благодарственное слово в адрес преподавателей медицинского факультета и руководства ВУЗа. Многое на самом деле вам пришлось пройти. И то, как вы себя проявили, то, как вы показали, то, какое количество среди вас волонтеров, активистов, сколько писем благодарности мы получали, в том числе на ребят из вашего выпуска, из больниц, из клиник, за ваш труд, за вашу отзывчивость, за ваш подход к пациентам. Я вас люблю, я вас поздравляю, удачи. Зал полон. Поздравить выпускников пришли представители медицинского сообщества Обнинска, Калуги и соседних городов. Те, кто уважает и ценит людей, выбравших самую гуманную профессию – сохранять жизнь и здоровье человека. 29 июня на базе Обнинского санатория «Сигнал» состоялось торжественное открытие очередной летней смены Биошколы Олимпийского резерва. Юные биологи Калужской области в рамках оздоровительной кампании будут не только отдыхать перед началом учебного года, но и получать новые знания. Ребят ждет теоретическое и практическое подготовки к региональному и заключительному этапам Всероссийской Олимпиады школьников по биологии и экологии. Идея по созданию Биошколы Олимпийского резерва приобрела реальное очертание пять лет назад. Здесь готовят будущую научную элиту. Это отнюдь не громкие слова. Ведь в Обнинске практически с детского сада стараются развивать разносторонние способности детей. Тем, кто стремится к знаниям и хочет достичь вершин, предоставлена такая возможность. Таких детей, стремящихся покорить, вершину естественно-научного направления в первом городе науки немало. И для них стараются создать все условия для получения большего объема знаний. Принцип Биошколы Олимпийского резерва – у каждого ребенка есть своя изюминка. И важно ее раскрыть. Проект и направлен на то, чтобы развить таланты подрастающего поколения. Мы всех вас рады видеть. Рады, что начинается наша смена, которая как большой флакон в ней будет. Дружба, будет новые знакомства. В этой смене будет и теория, и практика, новые познания. Я надеюсь, что вы все хорошо отдохнете и узнаете много нового, много друзей. И не только Собнинска, но и из других городов подружатся с нами. И, конечно, познакомитесь с кванториумом, где вы хорошо поработаете. Удачи вам, хорошего отдыха, хорошего настроения, солнца и голубого неба. Как правило, в такой дисциплине, как биология, ребятам необходимо получать не только теоретическую часть знаний, но и практическую. И для этого созданы условия в Обденском кванториуме, который пользуется большой популярностью подрастающего поколения первого Наукограда. А детям из других городов Калужского региона, которые впервые попали в биошколу, предстоит познакомиться с новшеством в системе дополнительного образования. Хочу сказать, что все вы, конечно, независимо от того, какой отряд у вас покажет лучшие результаты, в каких конкурсах и в каких заданиях вы себя лучше проявите, вы уже все победители, потому что только самые настойчивые, самые мотивированные могли выбрать лето, в жару, заниматься в лабораториях, ходить на занятия. И здорово, что вы с таким настроем уже в школе. Это значит, что вы к нам придете, к нам или в любой другой сильный университет на специальность по биологии или медицине, возможно, вы выберете и станете действительно крутыми специалистами. А почему эта школа так популярна среди замотивированных детей? Одним из главных критериев успешности при поступлении в престижный вуз сегодня являются победы на Олимпиадах самого высокого уровня. И именно здесь детей готовят быть первыми и лучшими. Погода нам располагает для продуктивного лета. Я думаю, ни для кого не секрет, что данная смена – это большой подарок судьбы. Потому что далеко не в каждом городе есть подобная организация, подобный проект, который нацелен как раз на углубленное изучение биологии и смежных всех наук, а для того, чтобы вы могли достигать успехов в Олимпиадах всех уровней. Самое главное в любой подготовке – это регулярность. Именно поэтому в биошколе занятия проводятся не только в течение всего учебного года, но и в период самых длительных каникул, чтобы дети оставались в тонусе и готовились к завоеваниям новых побед на Олимпиадах и других конкурсах. И если кому-то может показаться, что летом детям совсем не до учебы, а желание отдохнуть после трудных школьных будней растет, то эту мысль в биошколе учащиеся могут смело опровергнуть. У них амбициозные планы на будущее, а еще высокое стремление покорять новые вершины. И стоит отметить, что в рамках летней смены есть не только постоянное учение, но и масса различных творческих активностей, в которых проявляют себя воспитанники. А еще здесь учат главному – командной работе и дружбе. Соперничества между ребятами нет. Они поддерживают друг друга, радуются достижениям вместе, помогают осваивать новый учебный материал. И атмосфера в санатории – сигнал в дни летний оздоровительный у юных биологов – уютная и даже, можно сказать, семейная. Кристина Забожка, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Правила дорожного движения, безопасные езда – об этом важно сегодня разговаривать с детьми. Время пролетит незаметно и завтра они сядут за руль. Руководитель Обнинского мотоклуба Максим Романовский с коллегами не первый год проводит мероприятие, где в развлекательной и ненавязчивой форме байкеры объясняют детям азы поведения на дороге. До этого Максим Романовский по согласованию с ГИБДД приходил в школы, общался с ребятами, рассказывал о безопасной езде. Есть люди, которые боятся мотоцикла и считают его опасным видом транспорта, однако президент клуба говорит, что сколько он путешествует, ничего не случалось. Главное – соблюдать правила. Когда соблюдаешь, предвидишь, одеваешь защиту, ведешь себя прилично. Когда кругом адекватные водители, ездить можно безопасно вполне. А дети, мы же видим, как они иногда катаются, как им купят мотоцикл, электросамокат, скутеры, они носятся, не понимая, что такое дорога. С ГИБДД мы, в принципе, сражаемся за то, чтобы дети на дороге общего пользования не выезжали на технике, ни под каким видом, потому что только во дворе, либо на картогромах, на каких-то трассах занимались. Мероприятия на открытых площадках байкеры проводили в Есентуках и в Малой Ярославце. Предложили ГИБДД организовать такой же открытый урок и в Обнинске. Правоохранители дали добро и сами, разумеется, приняли участие. Несложные конкурсы, небольшие призы, музыка, были привезены мотоциклетные шлемы разных времен, чтобы ребята могли своими глазами увидеть эволюцию экипировки. Такая подача интереснее сухой лекции, убеждены мотоциклисты. Максим Романовский отмечает, что порой дети знают правила дорожного движения лучше родителей. Акцент на своем средстве передвижения байкеры не делают, но возможность ознакомиться с двухколесным транспортом играет определенную профилактическую роль. Может, наоборот, скажут, нет, это не мое, слава богу, не надо. Потому что много людей погибает по глупости. Это не их, они решили показать кому-то, зачем. Удивить кого-то хотели. Девушку прокатить на скорости 200, зачем это надо? Это не наше. Нет. Мы совсем о другом говорим, о том, что надо себе дать возможность ездить и другим. Традиционно байкеры приглашают на такие мероприятия музыкальные группы, проводят мини-концерт. В этот раз приехали выступить коллективы «Односолодовый Тасол» и «Бешеные». По словам Максима Романовского, главная награда для организаторов таких акций – живой неподдельный интерес детей. Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе «Обнинск. Онлайн», ВКонтакте, Телеграм-канале, а также на Ютуб-канале. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы «Новости», которая выходит по будням в 19 часов до понедельника. Продолжение следует...